Я сегодня здесь тоже, чтобы, скажем так, поддержать ее, спеть вместе. Скажем так, наверное, я даже посодействовал тому, что все-таки она была моей партнершей. Она очень жесткая была, очень жесткая. Если я вижу, что там, например, Милохин, другие еще ребята, они круто исполняют, швабрами вот это делают. Ну, непривычно, потому что ты понимаешь, что ты тоже участник, ты понимаешь, насколько это сложно. Как тебе, в принципе, сегодняшнее мероприятие? Да, очень круто. На самом деле, очень хорошо, что люди спустя столько времени, после той Олимпиады, которая стоила большого труда, здоровья, времени, отделения, люди помнят, ценят и сегодня здесь поддерживают ее. Это классно, это круто. Я очень рад за нее, что люди поддерживают ее во всех новых начинаниях. Надеюсь, ее подписчики тоже поддержат ее, и мои тоже ее поддержат. Я сегодня здесь тоже, чтобы, скажем так, поддержать ее, спеть вместе, потанцевать. Расскажи, как вы познакомились. Ой, если честно, она просто приехала на пробы. Она очень жесткая была, очень жесткая. Она там недовольна, это вот так говорит, вот неправильно, вот так делай, вот так. А я, ну, как только первые шаги делаю, естественно, у меня там плохо получается. Но она очень жесткая. Вот, ну, я настоял на том, что говорю, ребят, я очень хочу, вот, ну, чтобы мы с Адалиной танцевали. То есть, скажем так, наверное, я даже посодействовал тому, что все-таки она была моей партнершей. Поэтому жалко, что не получилось. Ну, я надеюсь, что в следующем сезоне обязательно получится. Очень надеюсь. Но как в жюри сидится в ледниковом периоде? Прекрасно. Очень, очень круто, на самом деле. Мне было очень, мне было приятно, когда мне с первого канала, то есть, позвонились, попросили приехать. И в качестве жюри уже. Я им очень благодарен за, ну, за то, что меня пригласили. Ну, непривычно, потому что ты понимаешь, что ты тоже участник, ты понимаешь, насколько это сложно. Я всем поставил нормальные оценки. То есть, низких, прям низких, там не было. То есть, я понимал, что вот средняя оценка 5-7-5-8. Было обидно за тех, кто катался в начале, потому что в начале, то есть, ты многие, все там, кто в жюри сидит, осторожничаю, ты ставишь, там, да, там, не знаю, 5-7-5-8, да, 5-7. Вот. А потом уже, когда уже пошел кураж, такой, вау, 6-6-6-6-6, а потом, блин, ну, ребята же в начале тоже катались. Вот. И начинается, знаешь, вот этот момент, когда нужно все-таки понимать, что это шоу, давай так. И я старался поддержать, подбодрить ребят. Если я чувствовал, что, ну, не нравится, ну, не то, я говорю, как есть, говорю, ребят, ну, мне не получилось, да. Если я вижу, что там, например, Милохин, да, там, другие еще ребята, они круто исполняют, я, конечно, ну, всегда поддержу, потому что вот у меня как идет внутри, я так и говорю, и так и делаю. То есть, я увидел номер, который меня зажег, я сразу начинаю там поддерживать ребят, мне это очень нравится. Да и вообще, в принципе, нужно поддерживать, даже у кого не получилось, потому что это сложно, я тоже понимаю, что, ну, блин, если бы я вышел бы здесь, я бы тоже мог упасть и так далее, сделать плохо. И, конечно, хочется подбадривать ребят. Какой твой самый любимый вид спорта? Кёрлинг. Швабрами вот это делают, ну, классная штука. Я вот всегда реально смотрел, думал, поиграть бы в кёрлинг. Я думаю, реально, вот, ну, можно было пойти, там, стать олимпийским чемпионом, там, ну, ну, не, почему бы и нет. Как ты вообще относишься, что вот из спорта идут петь и дальше в других сферах развиваются? Ну, я же так сделал, ничего, нормально отношусь, и у меня очень хорошо даже получилось. Это, я один из первых это делал и доказал, что можно сделать, и по вот этой тропинке начали многие идти, поэтому, ну, прекрасно. Расскажи теперь, когда у тебя выйдут новые песни? У меня выходит новая песня «Алые розы», очень красивый лиричный трек. Слышал отрывочек этой песни в ТикТоке. Расскажи, что послужило вдохновением для неё? Ну, что, как ты думаешь, что может послужить вдохновением для этой песни? Ну, конечно же, любовь, без ответа, наверное, любовь, там, где когда тебе разбили сердце и так далее, и так далее. У всех, наверное, ну, может быть разный сценарий, но всё равно суть одна и та же. Вот, поэтому просто, наверное, очередная вот песня про любовь.